Продолжение следует... Продолжение следует... Мы определяем, значит, сколько, как, значит, аккредитовать при комендатуре. Поэтому я считаю, что, что касается передвижения журналистов, журналисты, насколько я знаю, они большими группами не работают, не работают, я думаю, они не представляют опасности для нашей границы. От вопроса от Клоп Кейджи. Можно ли будет гулять с собакой? Ази Семехович, наверное, скорее всего, вам вопрос. Во-первых, гулять с собакой вне часы комендантского часа, то есть днем, я думаю, что это возможно только кратковременно, в утреннее время. И вечернее, если это не будет происходить, нарушает общественный порядок, во-первых. Во-вторых, я рекомендовал бы владельцам собак, чтобы они осуществляли прогулку своих домашних питомцев в одиночном порядке. Ази Семехович, вопрос к вам, Клоп Кейджи. Что делать людям, не имеющим прописки в Бишкеке, но живущим тут на постоянной основе, тем, кто снимает в городе жилье? Значит, тоже в этом вопросе проблем никаких нет. Мне необходимо взять справку от СЖ, квартальный, домком и так далее, и так далее, что пусть дадут справку, что они проживают постоянно здесь, я думаю, тоже проблема. Но при предъявлении документов, удостоверяющих личность. Телекомпания «Апрель-ТВ». Если человек немного задержался на улице, не рассчитал, не успел вернуться домой вовремя, и сотрудники встретили его на улице, что в приоритете сопроводить его домой после проверки документов и разъяснительной беседы или отвезти в участок? Сразу скажу, что наши граждане – это наши граждане, мы обязаны их обеспечить, их безопасность. В приоритете будет, конечно, если он не оказывает сопротивление, если он подчиняется законным требованиям, если он в трезвом состоянии, мы, значит, поможем ему добраться домой, если он нормально объяснит причины своего, будем говорить, нарушения комбинантского часа. Ну, хотелось бы, чтобы это было… Люди, чтобы знали, что нарушать комбинантский час ни в коем случае не так. Какие бы причины ни были. Вот 10-15 минут там они не решают, мы всегда готовы к помощи нашим гражданам. Кто и когда может проверить документы маршрутный лист? Например, в Караколе потребовал маршрутный лист, и милиционер оштрафовал на тысячу сумм за нарушение. Я считаю, что это незаконно, незаконно, то, что он оштрафовал. Составляется протокол, протокол, взносится постановление, потом оно оплачивается через банковские учреждения. Маршрутный лист может проверить, сотрудник органов внутренних дел, органов внутренних дел. Поэтому давайте мы вот эту информацию под карандаш возьмем и, так сказать, проверим. Нет, здесь пишут просто «например». А, «например», да. Я считаю, что, значит, да, там предусмотрена, значит, ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил штрафом первой категории тысячу сумм. Вот. Соответственно, должен быть протокол, и вынесено постановление, после этого уже идет, значит, оплата штрафа. СПОДНИК КРИГИСТАН РАДИОСНОН СОРО. Комендантық саат учырында жарандардың милдетей жена уқуғу қандай олады? СПОДНИК КРИГИСТАН РАДИОСНОН СОРО. Шоу, баялый ссораныш, юдон, чықпай, юдон, чықпай. Шоу, коменданты сатының талаптары сақтықағанға әрекет қолынғызды. БЕБЕСЕЙ РАДИОСЫНОН БАЯНДАМАЧИСЫ АБДЕЙ КАЗИЕВтің СОРО. 25-інчі марта, түнкен саат 24-00-ден баштап, коменданттық саат башталды. Ушыл уақытқа чей нере жебу зубинен қармалғандар? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...